ПРАВИТЕЛЬ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ Третья книга царств, 4 глава, с 1 по 19 стих. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него, Азария, сын Садока, священника, Элихарев и Ахия, сыновья Сивы, песцы, Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники. Азария, сын Нафана, начальник над приставниками. И Завуф, сын Нафана, священника, друг царя. Ахисар, начальник над домом царским. И Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 представников над всем Израилем. И они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их. Дочь Соломона была его женою. Ваана, сын Ахилуда, в Ваанахе и Мегида, и во всем Бевсане, что близ Цартана, ниже Изриэля, от Бевсана до Абел-Мехола и даже за Иокмиам. Бен-Гивер, в Рамофе-Галладском. У него были селения Иаира, сына Манасина, что в Галладе. У него также область Аргов, что в Васане. 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гидо, в Маханаиме. Ахимаас, в земле Нефалимовой. Он взял себе в жену Весимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Асировой. И в Баалофе. Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой. Шимей, сын Еллы, в земле Вениаминовой. Гивер, сын Урия, в земле Галладской. В земле Сигона, царя Амарейского. И Ога, царя Васанского. Он был представник в этой земле. Размышления, часть первая. Начальники при Соломоне. Третья книга царств, четвертая глава, с первого по шестой стих. Лидер не должен быть волком-одиночкой. Согласно Писанию, самым мудрым человеком, когда-либо жившим на земле, за исключением, конечно, Иисуса Христа, был Соломон. И у него было 11 помощников. По данной Богом мудрости, Соломон окружает себя одаренными людьми, которые помогают ему хорошо управлять царством Израиля. Говоря современным языком, у него были пастор, секретарь, юрист, генерал, духовные советники, премьер-министр и просто друг. Завуф, друг царя, стих 5. Все эти люди, хотя и не были наделены равной властью, были лидерами, приближенными к Соломону, и их задачей было помогать ему мудро и справедливо руководить Израилем. Кто входит в десятку людей, у которых вы хотели бы искать помощи, чтобы жить мудро и по Евангелию, целенаправленно помолитесь об этом и попросите их конкретно говорить вашу жизнь. Размышления, часть 2. Представники Соломона. Третья книга царств, 4 глава, с 7 по 19 стих. У Соломона были не только приближенные начальники при дворе, но и 12 представников-губернаторов в разных областях Израиля. Его представники занимались сбором налогов и продовольствия для царя в течение года, и каждый нес ответственность за обеспечение ежемесячных поставок всего необходимого к царскому двору. Таким образом, Соломон сохранял власть над царством, не перегружая себя и не нагружая посторонними делами ближайших сподвижников. Всякому лидеру стоит в этом брать пример Соломона. Он делегировал задания другим способным людям, а сам посвящал время иным делам, которые мог выполнять только царь. Если вы лидер, какие обязанности вы могли бы официально передать способным людям из вашего окружения? Если вы помощник какого-то лидера, что вы можете сделать для него, чтобы хоть немного облегчить его задачи? Молитва Отец Небесный Пожалуйста, помоги мне найти таких людей, у которых я мог бы учиться мудрости. Помоги мне честно признавать, что в каких-то сферах я слаб и иметь достаточно смелости, чтобы дать другим возможность расти рядом со мною. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...